Есть растения, которые нам очень нравятся, но вырастить из семян мы их не решаемся. Кажется, что так сложно, что и не вырастут. И покупаем готовую рассаду в питомниках. В этом году все изменилось. Теперь не так много растений мы сможем получать из заграничных питомников. Цены на посадочный материал непрерывно растут. И нужно учиться выращивать свою рассаду. Не только однолетников, но и многолетних культур. Рассмотрим все это на примере лаванды. Растения знают многие, но выращивать на участках решаются не все. Кто-то считает ее южанкой и думает, что она не подходит для садов, например, средней полосы. Кто-то не находит ее уж такой красавицы. А кто-то и вовсе остыл после неудачной попытки выращивать в своем саду. Так стоит или нет пытаться? Несомненно, стоит, так как растение это довольно неприхотливо. И бояться его не надо. Необыкновенный аромат наполнит сад новыми нотками. Она своей скромной красотой подчеркнет пышность садовых королей и королев. Например, ее сочетание с розами считается классическим. И будет успокаивать ваши нервы и оберегать сон круглый год. Лаванда горное растение. Делаем вывод. Почвы любят по суше и по каменисти. Если ваш участок на болоте или почва тяжелая глина, то или забудьте про нее, или примите меры по осушению. Семена можно заказать по почте из интернет-магазина. Кстати, сортов лаванды очень много. Одних только видов больше 25. Но мы в наших садах выращиваем всего несколько. Английскую узколистную, французскую широколистную и голландскую гибридную. Технология выращивания для всех видов одинакова. Но при семенном размножении нас может подстерегать неудачи. Но если знать причины, то легко ее избежать. Причина первая. Старые семена. К сожалению, лаванда плохо прорастает из покупных семян. Но отлично из собранных в своем саду. Поэтому обязательно изучаем дату сбора семян на упаковке. Если вы приобрели семена заранее, то хранить до посева их нужно в холодильнике. Вторая причина. Неправильный посев. Семена лаванды нуждаются в стратификации. Поэтому начинают ей заниматься пораньше. С января-февраля месяца. Чтобы не занимать много места в холодильнике, будем стратифицировать во влажных дисках. Давайте сначала подготовим семена. Немного потрем об любой абразивный предмет, пилочку для ногтей, тонкую наждачку или камень для наточки ножей. С чуть поврежденной оболочкой семена проклюнутся быстрее. Этот процесс называется скарификация. Теперь замочим на пару часиков в стимулирующем растворе. Для этого берем суспендию хлореллы и разводим 2-3 ложечки хлореллы на стакан воды. Через 2 часа лишнюю воду сливаем, чтобы диски были чуть-чуть влажными. Закрываем в пакет и в холодильник на 1-2 месяца. Когда придет время произвести посев, нужно подготовить землю. Лаванда не любит кислые почвы, поэтому готовый грунт раскисляем с помощью золы или долометовой муки. Корни не переносят уплотнение почвы, им нужно дышать. Поэтому добавляем диатомит садовый, перлит или вермикулит. Но много, до половины объема. Но и хороший гумус не помешает, то есть биогумус. Больше никаких сложностей. Семена крупные и разложить по поверхности их можно без труда. Так как все равно потом нужно будет пикировать, в целях экономии места используем небольшие емкости. Я пользуюсь вот такими крошечными стаканчиками. Если семян мало, например в таком пакетике всего 5, как раз на 1 стаканчик. Ну а если много, как в обычных пакетах, берем емкость побольше. Грунт должен быть не очень мокрым. Сверху присыпаем землей, слегка уплотняем и ставим на подоконник. До появления сходов лучше держать в пакетике, чтобы не поливать. Если вы будете поливать умеренно, не заливая, а лаванда не терпит переувлажнения, изредка подкармливать слабым раствором любых домашних удобрений и держать в светлом месте, ваши растишки будут крепкими и веселыми. Когда им станет тесно, распикируйте в отдельные стаканчики. При стабильной теплой погоде пересадите в сад на солнечное место. Но учтите, что взрослые растения не переносят пересадку, поэтому подумайте о месте посадки заранее. Но пока будет расти рассада, как раз будет время подумать. Посадите это замечательное растение в саду и наслаждайтесь целебным благоуханием, серебристой листвой и красивыми голубыми цветами. Все вам доброго, с вами была Вероника Поливкина, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова